Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и сегодня я хотел бы рассказать сказку для детей, которая называется Нико. Это произошло в Африке, в стране, которая называется Кения. Жили слоны, папа с мамой, и у них родился маленький слоненок, и они назвали его Нико. Конечно же, папа с мамой слоны очень любили своего сына, он держался за хвостик мамы или папы, и они отводили его к большой широкой реке. Но все слоны любили купаться, и были слоны, которые охраняли и оберегали их от крокодилов. И однажды, когда Нико купался, в этот момент незаметно один из крокодилов подкрался и схватил его за ухо. И в этот момент папа с мамой увидели, набросились на этого крокодила, напугали его, и он убежал. Но на ухе у Нико остался след, рванный, и он стал отличаться немного от других маленьких слонят. В это же время, когда родился Нико, в одной северной стране, которая называлась и называется Дания, в городе Копенгаген, родился мальчик, и он родился болезненным, слабеньким. И родился он в очень богатой семье. И, конечно же, врачи и родители сильно о нем заботились, но больше всех его любил и заботился его дедушка. И он его возил и по врачам, и гулял с ним, и разговаривал, и самое главное, он с ним игрался. Игрался каждый день. Дедушка становился его другом и игрался в те же самые игры, в какие хотел играться этот мальчик по имени Николь. И вот слоненок Нико и мальчик Николь не знали друг о друге, но произошло следующее. Из этой северной страны Дании приехали богатые люди, чтобы поймать слоненка и привезти его в зоопарк в Копенгаген. И там показывать для детей и родителей, что есть такие животные. И зоопарк – это тюрьма для животных. Это плохое место. Там мало свободы, но там нормально кормят. Конечно, не такой пищей, как на свободе, но кормят. И люди там не злые, но они приходят туда на работу. И вот надо же было такому случиться, что однажды, когда папа с мамой и Нико гуляли, раздались выстрелы, и папа с мамой вдруг упали. И напуганный Нико стал обнюхивать их, гладить их, трепать их, но они ничего не слышали. Они спали. Напуганный Нико стал кружиться вокруг родителей, и вдруг на большой машине подъехали люди и стали его загонять в эту машину. Он не хотел. Он хотел остаться вместе с родителями, но люди почему-то были злые. И они отгоняли его, били его и загнали его в эту машину. И он плакал, он кричал к своим родителям, но родители его не слышали. И никто из них за него не заступился. Его повезли на машине, и он кричал, и он плакал. И вдруг машина остановилась, и один человек зашел туда и сделал ему укол. Ему было больно. Но вдруг он заснул, тоже упал. И когда он проснулся, он услышал гул. И это был большой самолет, в котором его перевозили в другое место. И он стал опять звать своего папу, маму. Он кричал, плакал, но никто его не слышал. И когда самолет приземлился, за стеной он увидел при открытой двери много белого снега. И он раньше этого не знал. И было холодно. Его вывели оттуда. И он видел много людей. Так много людей он никогда не видел. И он пытался им что-то сказать. Но они делали вид, что они его не понимают и не слышат. Но почему-то Ника их понимал. И когда они смотрели на него сердито, или наоборот ласково, он это все понимал. И тем, кто говорил с ним ласково, он хотел сказать, а где моя мама, папа? Но они делали вид, что его не понимают. И его привезли в зоопарк. Его определили в одну большую-большую клетку. И выпускали оттуда, хорошо кормили. Но Ника мучился. И он долгое время, ночами плакал за своим папой и мамой. И он всем людям говорил, отпустите меня. Отпустите меня к моим родителям. Но они не понимали его. В это время мальчик по имени Николь рос. И был очень болезненный. И врачи чаще видели его, даже чем его родители. И однажды врачи сказали родителям, что у них нету больше надежды на то, что их сын выздоровеет. И дедушка плакал. И Николь не понимал, почему дедушка плачет. А дедушка взял его на своей машине и привез его в зоопарк. И там они стали гулять и кормить зверей. И вдруг Николь увидел слоненка, который начал подрастать в это время, уже стал большим слоном. И он сказал, дедушка, что это? Кто это? И дедушка начал ему все рассказывать про слона. И он его познакомил. И когда Ника увидел этого Николя, он подошел и протянул свой хобот. И стал говорить ему о том, что его привезли. Отняли у родителей. И привезли его далеко. И он всех просит, чтобы его отпустили. И отвезли обратно. Но никто его не понимает. Но Николь стал его понимать. И он стал все это рассказывать дедушке. И дедушка удивлялся, откуда он это знает, откуда он это понимает. И он даже сказал, как его зовут. И с этого дня дедушка каждый день стал приводить своего внука в этот зоопарк. И больше всего времени они проводили со слоном, с Нико. И так дружба укрепилась. И Ника ждал Николь. А Николь ждал Ника. И они так радовались друг другу. Так радовались. Но однажды пришел только дедушка. И Ника стал его спрашивать, где мой друг. Дедушка только плакал. И он гладил этого слона и говорил, я помогу тебе. Наберись терпения. Я скоро продам свой дом. Я помогу тебе. Шло время. Дедушка приходил в зоопарк каждый день. Но Николя больше не было. И однажды дедушка радостно пришел и сказал, завтра я поеду с тобой. И ты увидишь своих родителей. И на следующий день опять пришли какие-то люди. И сделали больно укол. И Ника заснул. И когда он очнулся, рядом с ним был дедушка. И он снова летел в самолет. И он вспомнил. Когда он был маленьким, этот гул самолет, он все вспомнил. Его сердце забилось. И он понял, что он возвращается домой. Там, где были его родители. Там, где были его папа с мамой. И когда самолет прилетел, было совсем по-другому. Было сильно жарко. Подъехала большая машина. И дедушка вместе с Нико зашли в эту большую машину. И потом поехали. Ехали недолго. Дедушка все время гладил его за хобот. За его нос. И что-то говорил. И тогда даже пел песни. И вот они приехали. И они вышли из этой большой машины. И вдали стояли слоны. И сердце Ника забилось. И он смотрел на дедушку. Смотрел на слонов. И дедушка его подталкивал. Но он его взял своим хоботом. И повел его дедушку к слонам. И вдруг двое слонов старых увидели его. Закричали и побежали к нему. И Ника узнал свою маму и своего папу. Они были живы. Его укусанная когда-то крокодила муха стала быстро дрожать. И Ника побежал, оставив дедушку. Потом остановился и побежал обратно к дедушке. И стал его толкать. Толкать опять к своим родителям. И дедушка пришел. Все стали обниматься. Он увидел слезы слонов. И дедушка сам начал плакать. И потом, через несколько дней, дедушка обнял Ника и уехал на машине. Вот такая сказка. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.